Так, через минуту у нас мы начинаем. Мы начинаем, мы начинаем. Так. Зовут меня Анастасия Першина Жара. Именно Жара надо, да? Ну да. Хорошо. Ребятушки, всем привет, кто присоединился к нам в прямой эфир. Оставайтесь с нами. Будем болтать, будем разговаривать, общаться. Будете задавать вопросы моему гостю, задавать вопросы мне. А мы будем на них отвечать. Чуть позже покажу, кто у меня в гостях. Просто сейчас выходим, поэтому вот так. Говори громче, к микрофону ближе, смелее. Не волнуйся, я с тобой. Все будет хорошо. Не переживай. Сейчас 28 секунд отбивка. И потом мы с тобой начинаем. Лауреат авторской песни. И кто? Лауреат-дипломат. Лауреат-дипломат. Как бы мне не забыть. Барт-Россия. Но Барт я запомню. Барт-Россия отбавленный поп-филицам. Поп-финдрог. Поп-филицам. Поп-филицам. Но я снова с вами на программе «Полёт к успеху» с Машей Калибри. И очередной вторник, 20.00, мы пунктуальны. И сегодня у меня в гостях очаровательная девушка. Вы знаете, что девушки у меня на радио не часто бывают, но тем не менее бывают. Девушку зовут Анастасия, и она Барт. На самом деле, не только Барт, она лауреат и дипломат авторской песни, а на данный момент певица, поющая в жанре поп и рок. Настя, привет! Здравствуйте, здравствуйте! Меня зовут Анастасия Першина-Жара. Всех я приветствую сегодня, кто меня знает. Слушайте всегда меня, следите за информацией на страничке ВКонтакте Настя Жара в скобочках Першина. Я так себя обозвала. Точнее, название придумал мой замечательнейший друг. К сожалению, его сейчас нет с нами. 12-го числа Юлия скончался. Это был Анвар Леубердин, самый знаменитый певец группы левостороннего движения. Но, однако же, мы с ним пробыли творчески этот путь. С 13-го года я очень признательна ему. И первое имя, которое я получила, это имя Настя Жара после наипервейшего, можно сказать, имени Анастасия Першина. Потому что я, как Барт, выходила в свет под именем Анастасия Першина с, наверное, со школьной скамьи. Да, именно со школьной. А потом я со временем познакомилась в 13-м году с Анваром Леубердиным. И, наконец, я приобрела такое имя, как имя Настя Жара. Оно у меня было-было. И я решила объединить, точнее, попросили меня объединить два имени. Настя Жара и Анастасия Першина. И получился Анастасия Першина-Жара. Объясню, с чем это связано. С тем, что я автор-исполнитель и в прошлом Барт, поэтому меня вы никак не потеряете ни по тем, ни по другим именем. Поэтому я сохранила имя и Анастасии Першина, и приобретенная Жара. Поэтому звучу я теперь на устах, как Анастасия Першина-Жара. Прошу любить и жаловать. Тем не менее, мое творчество ничем не ухудшилось, а приумножилось. Вы меня можете слушать не только на диске. Первый диск у меня был выпущен «Хлопья снега». Настя, Настя, стоп, подожди. Вы чувствуете, да, радиослушатель? Называется творческий человек. Я еще не задала ни одного вопроса. Я сказала, Настя, поздоровайся с радиослушателями. Прошло три минуты. Это Настя так здоровается. Это вот творческие люди, так что давайте отнесемся к этому с пониманием. Итак, Настенька, это все, конечно, замечательно и прекрасно, но давай начнем по порядку. Итак, расскажи, пожалуйста, ты вообще откуда сама родом? Из города Пущино, это Московская область, замечательный городок. Вы меня можете вспомнить, мои близкие друзья и товарищи, как мы проводили замечательное время в городе Пущино, замечательной школой номер три. Это сколько километров от Москвы? Это около ста километров. Вот скажи, как проходило твое детство, когда ты была совсем маленькая? Ты уже тогда пела и чувствовала в себе вот этот талант и вот эту тягу к музыке? Если честно, мне даже смешно это слышать, потому что родители мне очень часто напоминали и говорили, что первое, что я произнесла в своей первую фразу «Кая-Кая» я пела именно в детстве, еще не научившись говорить. Я кричала и пела, ее напевала разными мелодиями. Так что я в колыбельке своей укачиваю, мама пока меня укачивала, я... Сама себя подпевала? Да, подпевала. Поэтому я певица с рождения. Отлично. Потом ты пошла в детский сад. Там воспитатели, педагоги, они распознали твой вокальный талант или как? Я думаю, что да, потому что я очень любила танцевать, резвиться, также любила где-то подпевать. Но мое было творчество напротив, связано, как бы, вопреки, вопреки мое творчество образовалось. Я объясню почему. Потому что с детства я переболела в садике отитом, и, к сожалению, я плохо слышала. И мама меня отправила в музыкальную школу. И что интересно, я именно в музыкальной школе не просто научилась слышать, а полюбила музыку необыкновенно. Я первая маме предложила отправить меня именно на класс фортепиано, потому что я увидела в соседском доме у соседского мальчика замечательное фортепиано, и я начала на нём пытаться играть. Мама заметила универсальную тягу к фортепиано и решила отдать меня в музыкальную школу. Так начался мой творческий путь. И сколько ты лет отучилась в музыкальной школе по классу фортепиано? Около восьми лет, потому что первый год у меня был подготовительный. Потом, потому что возраст не позволял, у нас шести, а меня мама отдала чуть раньше. Сейчас играешь на фортепиано? Да, сейчас играю не только на фортепиано, но и гитаре. А гитаре, интересно, расскажи, где ты научилась играть на гитаре? На гитаре в той же музыкальной школе после получения сертификата образования именно по классу фортепиано. Я тут же пошла на гитару. Маловато тебе было, да, клавишно? На пару лет я быстро-быстро освоила экстерном гитару, и вот я стала гитаристкой. И тут меня прорвало прямо в первый год обучения писать песни под гитару. И тут мое творчество все приумножалось и приумножалось. А что ж ты не писала оперы под фортепиано? Что ж ты под гитару-то, а? Под фортепиано объясню. Там не оперы, я музыкальные композиции написала. Так. Есть также так, песня «Дует ветер в лицо» майски написано под фортепиано. Произведение «Волнение» было написано под фортепиано. Даже я ноты писала и так далее. То есть там довольно-таки большое количество приумножения. То есть все-таки писалось что-то, да, создавалось? Конечно, конечно. И песенки, и музыка. Но больше тебе было в кайф, получается, под гитару писать какие-то композиции? А объясню это чем? Тем, что под гитару выходишь на сцену, люди находятся прямо вот к тебе лицом. А если ты поешь под фортепиано... Ты к ним в профиль, да? Да, ты уходишь в себя. Эти пианисты в основном очень стеснительные и немножко волнуются смотреть людям в лицо, если честно говоря. Вот оно как. Так, ну что, про инструменты мы проговорили. Давайте сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами, совсем скоро мы продолжим. Все, микрофон выключен. Выдыхай, у нас есть три минуты. Вот тебя понесло-то вначале, а. Три минуты нон-стопом. Тык-тык-тык-тык-тык. Ты слушай вопросы, а потом отвечай. Ладно, хорошо. Ребятушки, всем привет, кто с нами сейчас в прямом эфире. Сегодня у меня в гостях Настя, девушка Бард. Так что у кого есть вопросы к Бардам, где там свитера с оленями продаются. На самом деле это Барда же, видишь, они первые стали свитера с оленями носить. А сейчас, видишь, мода, вся Москва ходит в свитерах с оленями, да? А у них-то уже 30 лет назад они были. Я просто сегодня вспомнила замечательное, замечательное свое творческое детство. Я просто не могла остановиться. А, понесло тебя, да? Да, конечно. Как можно остановиться, вспоминая свое детство. Оно было так насыщено музыкой. Столько первосплощений, столько энергии, столько радости. Однотворчество детства. Даже не представляешь, как это было интересно, когда мы садились, играли под гитару дворовой песней. И тут вдруг я восхожу своей маленькой гитаркой и начинаю играть в свои песенки. Вот вокруг все встанут, рот раскроет и слушает. Вот так вот у меня начиналось мое творчество. Вот под гитару. Потому что фортепиано не возьмешь с собой, а гитару можно... Тяжеловато немножечко просто, да? Фортепиано. Нет, фортепиано почему? Можно вывести во двор, да? Нет. На колесах, да, в смысле, да? Нет, я в смысле творчества, она легко мне дала. Я имею в виду, само по себе фортепиано во двор ты не вытащишь, да? Во двор не вытащим, да. Вот в этом была загвоздка. Поэтому ты решила взять какой-то инструмент полегче. Полегче, чтобы можно было выходить, да, выходить спокойно, играть на гитаре и наслаждаться. Тебе сколько лет? Мне уже сейчас исполнилось 34 года. Ты замужем? Сейчас, на данный момент, я не замужем. А что ты смеешься? Потому что это весело. Весело быть не замужем в 34? Это очень весело, потому что, я скажу, надо открыться новому счастью. Так, а ты не готова открыться новому счастью? Нет, я наоборот готова открыться. Я уже открылась новому счастью в новом горизонте. Вот, поэтому я счастлива и довольна. Замечательно. Так, 27 минут. Ребята, еще раз приветствую всех тех, кто находится с нами в прямом эфире. Оставайтесь с нами, а мы продолжаем вещать по радио. Привет, привет, уважаемые радиослушатели. Я, Маша Калибри, приветствую вас на волнах нашего СМУЗ-радио в моей авторской программе «Полёт к успеху» с Машей Калибри. И сегодня в гостях у меня девушка, редкий гость женского пола, так сказать, Анастасия. Анастасия – заслуженный бард и лауреат и дипломат авторской песни. Понимаете, как это редко в наши времена, вот, так сказать, носить такие регалии. Настя, поздоровайся, пожалуйста, с радиослушателями, но не так долго, как в первый раз. Привет, привет всем. Молодчинка, у тебя хорошо получилось на этот раз. Не на три минуты. До этого мы разговаривали с Настей о её детстве, о её творческом детстве. Она рассказывала о том, как она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, потом по классу гитары. И пока у нас была музыкальная композиция, Настя стала рассказывать о том, как она выходила во двор с гитарой. Расскажи об этом поподробнее нашим радиослушателям. Почему с гитарой просто фортепиано было тяжеловато? Она хотела его вывозить во двор, но немножко мама не разрешила, так вот пришлось с гитарой идти. Да, иначе бы я просто взяла бы, выкатила фортепиано на улице. Why not, why not? Нет, на самом деле мне просто нравилось вот сочинять, писать песенки. И я выходила во двор, мы весело зажигали, я брала гитару. Настя, ты пела свои авторские песни или это были какие-то? Конечно, авторские, конечно. А то есть дворовые песни или какие-то там нет, они не прокатывали? Нет, дворовые пытались, почему? И солнышко в руках пели, и подбирали всё это. Под гитару, да? Да, под гитару. Но это было не так интересно, почему-то оказалось ребятам, как мои песни. Почему-то вот именно моё творчество всех прорывало на ура. А в каком жанре это было? Смотри, вам по сколько лет, получается? Подростки, да, получается? Ну да, конечно, где-то 14, 15, 16 лет. Это самое время любви, какой-то романтики, каких-то трагедий любовных. Я просто, знаешь, не очень знакома, скажем так, с творчеством бардов. Ни разу мне не пели барды песни, хотя многие другие жанры пели, а вот барды мне ни разу не пели. Так вот, скажи, пожалуйста, вот бардовские песни, они о чём? Бардовские песни обо всём. Я, вот, если знаете, у меня есть две выпущенные книги, и сейчас они лежат в библиотеке имени Ленина. Кстати, кто хочет ознакомиться с моим творчеством получше, почитайте в библиотеке имени Ленина такую книгу, как «Сонеты любви» Анастасия Першина, автор. И кто хочет с политикой немножечко ознакомиться или социальными институтами, почитайте такую книгу, как «Гендерная политика для современной женщины». И там всё написано о женском лидерстве, о превосходстве дам и, соответственно, о равнозначии с мужчинами в политическом, социальном, экономическом уровне. Можете прочитать и также ознакомиться с моими статьями «Место роли женщин в политическом процессе» и прочие статьи научные, опубликованные в интернете. Вы возьмите, напишите так «Анастасия Першина», и вам прям сразу выйдет несколько научных статей. Это всё, конечно, прекрасно, но вопрос был о том, какие песни исполняют барды. Ты говоришь обо всём, обо всём. Вот я же объяснила, что мои песни злеждаются на любовной лирике. Я просто привалилась на самом деле, вот сонет любви, для чего я и говорю, для того, что именно объяснить, что там написано всё о жизни, о любви. То есть любовь в отношениях, любовь к жизни, любовь к творчеству, любовь к матери, к детям, ко всему. То есть я прослеживаю любовную лирику во всех сферах жизнедеятельности. И многие барды, конечно, пишут о трудностях в жизни, кто-то пишет о тяжестях или, наоборот, о каких-то шуточных композициях, как у меня замечательный друг Николай Векшин, бард России. Я думаю, что многие знакомы с этим творчеством Векшина. Он, соответственно, пишет именно шуточные композиции, они вот связаны с шутками больше. Замечательный, талантливый человек. Я же на... Вот у него философско-шуточные песенки, а у меня больше строятся на любовной лирике. Для того, чтобы немножечко отойти от жизненных устоев, проблем, от страданий, перейти к радости жизни. Для этого я вижу тему любви наиболее прекрасной. Смотри, коли уж мы заговорили на тему бардов, вот для меня представление бард, да, наверное, как и для многих радиослушателей, бард. Кто такой бард? Это бородатый мужчина в таком свитере с оленями, обязательно с воротом, сидящий у костра, может быть, даже немножко потлатый, может быть, лысоватый, у костра, поющий песни, ну, мне кажется, может быть, там, о расставании, о разлуке, ну, о любви, наверное, да, о чем-то. Но в моем представлении это именно такой мужчина. Но, ребят, перед собой я вижу девушку в красном платье, на высоких каблуках, практически с бриллиантами на шее. Черт возьми, ты не похожа на барда в моем восприятии. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас современные барды 21 века? Ну, на самом деле, это шуточная ваша версия. Барды, они абсолютно простые люди, люди, которые открыты миру, и им близко общество костра, общество посиделок, общество... Вы знаете, это люди, которые открыты душой к окружению своему. То есть простые, в общении, не поднимающиеся ни к какому полету, просто поют для души. Мне кажется, так больше. Но уже барды в России, да, уже на высокой ступени, они пытаются еще себя позиционировать как индивидуальную личность для того, чтобы творчество их... Пошло в массы. Да, пошло в массы. Но это любое, и поп-звезды, и рок-звезды, все хотят, чтобы их услышали. Ну, получается, они в том же шоу-бизнесе, да? Да, есть ряд людей, которые поют просто для души, да, для узкой аудитории, потому что им это в кайф. А есть те, которые хотят масштабно, да? Да, чтобы их слышали больше, количество людей, также они пытаются вот свою музыку олицетворять людям, и также пишут диски, альбомы, и распространяют все то же самое, как в любом шоу-бизнесе. Только, когда это на более низком уровне, там, соответственно, вот двор, речка, где-то шум воды, где-то... Вот это больше природа, я так вот вижу. А когда уже творчество идет на более высокую ступень, это, конечно, сцена, как все обычные люди. Но я заметила, когда стала переходить от бардов в шоу-бизнес немножко другой, рок или поп, я поняла, что здесь работы, конечно, более профессиональные с точки зрения вот именно широкомасштабности. Потому что там все мы от души, для души, нам не столь важны вот эти вот финансовые интересы, сколько когда в шоу-бизнес переходит творчество поп или рок-звезды, тут уже мы наблюдаем узкую такую аудиторию, уже люди посиделками уходят, да, и приходим к какому-то определенному кругу людей, которые увлекаются той или иной тематикой. И вот для них мы стараемся. Ну, давай мы все-таки тогда по порядку с тобой. Двор, ты с гитарой, бардовские песни, твои авторские песни, которые твои друзья-подростки с благодарностью слушают. Дальше, как дальше развивалась твоя карьера как барда? Как получилось так, что ты стала заслуженным бардом России? Очень все интересно. Я познакомилась с замечательным другом Николаем Векшиным, и мы стали ездить по слетам по интересам. Николай Векшин, он чем занимался? Бард тоже. Также он ученый с Нобелевской премии, он, конечно, выпустил замечательный препарат, помогающий собачкам для лечения. Какой разносторонний бард. Да, 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 он ученый сам по себе, но еще и бард России, у него есть это звание, он получил. И, соответственно, замечательно шуточный играет, философский. И мы стали с ним ездить по слетам по-бардовским. И один из замечательных слетов, вот я посетила городок космонавтов, он сейчас ныне называется, вот так один городок космонавтов. Там я познакомилась с великолепной женщиной-космонавтом, это Терешковой Валентиной. Ничего себе! Да, у меня есть и фотографии отдельно с ней, и я подарила замечательному городу две свои книги, презентовала. Это «Сонета любви» и «Гендерная политика для современной женщины». Вот, я ему оставила эти две книги, подарила также Валентине. Она была довольна очень моим творчеством, я в тот замечательный день даже получила приз, мне очень приятно было. Так что этот день для меня запомнился на долгие годы, вот, и очень также продолжительное творчество было в городе Серпухове, Пущино, и также в Москве в Лимонаде выступала, также вот. Гастролировала, в общем? Да, по-разному местам. И вдруг однажды приезжает к нам в город замечательный человек, друг моей подруги Оксаны Сафоновой, вот, Анварта Бердин, о котором я начала изначально рассказывать, пока прошу не меня, чуть-чуть не понимала. Вот, я так увлеклась. Творческий человек, это нормально, мы все увлекающиеся. Да, и тут Анварта Бердин из группы «Левостороннего движения», солист данной группы, приехала, и вот мы с ним познакомились, и решили объединиться в творчестве и выступить. И нам как раз Оксана приготовила замечательный концертный проект «Варды против попсы». Вы когда-нибудь слышали? О, я не слышала, я уверена, что радиослушатели наши тоже не слышали, и об этом ты нам расскажешь чуть-чуть позже, а пока давайте прервемся на музыкальную паузу. Ух, уже прошло 26 минут эфирного времени. Быстро время летит? Ну да. Быстро. Время на самом деле очень быстро в эфире, идет прям момент там. И то я песенки включаю прям по одной, бывает по две включают, а то по одной, чтобы ты по максимально больше могла рассказать. Надо все-таки завершить современным творчеством, а то мы все барды-барды. Ну мы сейчас как раз к этому подходим, да, все, ты закончила свою деятельность как бард. Ты сейчас расскажешь, как ты стала заслуженным бардом России, и потом скажешь, а потом вот я ушла вот в рок, в поп и так далее. Мама с нами в прямом эфире, мамулечка моя, привет! Ой. А ты помимо того, что поешь, чем-то еще занимаешься? Ну, я просто еще поработаю в обычных организациях. Ну, то есть основная работа у тебя есть? Да. А ты так и живешь в Пущино? Нет, я живу в Москве и работаю в Макдональдске и все. У меня, кстати, там и медаль тоже есть. А там ты что делаешь? Ну, я как обычная член-бегарная ресторана, но так же и хозяйка зала работала, и тем я только там не работала. Так что там... А в Москве теперь снимаешь, да, жилье? А я снимаю, живу, да, на Славянском бульваре, живу, снимаю, живу. И так же вот... Так, ну, что тут можно... Про свою личную жизнь, ну, что... Ну, вот как я разошлась со своим гражданским супругом, я уехала вот в Москву и решила здесь продолжить творческий путь. А гражданский супруг был там у тебя, да? Ну, да, мы разошлись, и я начала вот здесь. Карьеру? Ну, да, но я просто решила поменять свою жизнь, уехала. Сейчас у меня замечательный папа живет со мной. Твой папа? Да, я его перевозила себе. А мама? Ну, она, к сожалению, умерла в 2007 году. Мне жаль. Поэтому вы на пару с папой. Папа тоже здесь работает? Мне папа иногда подрабатывает, но в основном, ну, сейчас он уже после инсульта, я пока вот здесь вот вместе со мной оживет. Вот, так и вышла. Сейчас вот мы вместе, дальше вот, не знаю, если все получится, получится удачно, я собираюсь здесь как-то привести что-нибудь, уже на законы касаемо своей собственной корпорации. Да, свое жилье — это хорошо. А сейчас у тебя вот, ну, предновогодняя пора, где-то какие-то есть выступления? Ну, вот сейчас мы будем разговаривать по этому поводу с арт-директором. Кстати, можете спокойно говорить, я актриса, также и буду сниматься в таком фильме, как «Оперон». Вот, совсем очень скоро в июле у нас будут съемки, и я уже, как-то сейчас проводятся рекламные съемки, дальше будут уже сниматься фильмы. Тридцать секунд. Ну, я тебя слышу. Да, да. Так, ну... Подожди, подожди, стоп, 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 еще музыка играет. Ой, уже слышно, да? Нет, нет, микрофон отключен. Привет, привет, радиослушатели. Я надеюсь, вы все еще с нами, продолжайте слушать меня, Машу Калибри, и мою гостью Анастасию, заслуженного барда России, лауреата и дипломата авторской песни. Сегодня Настя рассказывает нам о своем пути, о своем полете к успеху, о том, как она, девушка Барт, добилась того, чего она имеет на данный момент, и делится этим с нашими радиослушателями. Настя, привет. Привет, привет. Итак, мы остановились на том, что я, наконец-то, встретила замечательного человека по имени Армадрио Берди из группы левостороннего движения, который меня, соответственно, и пригласил на творческий успех. В один прекрасный день мы выступили вместе в барды против папсы. И вот мы соревновались, соревновались, и что интересно... А кто вас журил? Вы знаете, публика. Ага. Публика. Мы подарили... Я вот подарила замечательные диски своих «Хлопья снега». Я уже успела выпустить. Всем привет, кто слышал мои композиции. Я думаю, их немало. Вот. Раскупили. У меня был тогда ажиотаж продажи данного диска «Хлопья снега». Поэтому первый свой диск я выпустила в октябре. Настя, начинаешь об одном, уходишь в другое. Уходишь в другое. Нет, я просто немножко говорю об этом концерте. О концерте, который был проведен в 2013 году. Диск. Вот. И поэтому я решила затронуть «Хлопья снега». Это мой замечательный диск. А также вот дальше я уже также ездила с Николаем Векшиным. Выступала на везде. И стала постепенно... Приобрела такой вот дипломант-лауреат авторской песни у нас. Выиграла в Гранд-Вейк города Пущино. У меня есть диплом лауреате и дипломанте авторской песни. А с какой песней ты выступала? Как раз вот с песней «Не говори мне прощай, мир, в котором я живу». Замечательная песня, которая прозвучала на радио «Золотой голос». Вот. «Золотой голос». И там вы можете слышать данную песню «Мир, в котором я живу». Вот. И «Не говори мне прощай», была замечательная песенка. Ее тоже можно всегда наблюдать на моей страничке и слышать на моих концертах. Вот. И я приобрела вот это вот постепенно звание, тоже заслуженного в Борде России. Вот. Скорее всего, это произошло в Звездном городке. В Звездном городке, где как раз Терешкова... Где вы познакомились с ней. Да, мы там познакомились. Вот. И таким образом я заслужила это звание. Ануар Дюбердин, ныне, конечно, ушедший от нас 12 июля, но он дал мне путь творчески в попсе. И вот пригласив меня к себе в Красногорска, мы начали писать песни, а затем в более таком варианте попсовым. И пришли к тому, что я стала исполнять попсовые, под попсовые аранжировки, попсовые песни. Настя, я правильно понимаю, вы с ним сошлись, создали проект «Барды против попсы», и ты выступала на стороне бардов, и потом через какое-то время ты сама стала петь в стиле поп. Да, в стиле поп, именно так. Переметнулась немножечко. Я просто захотела попробовать, а почему бы нет. И понравилось. И мне понравилось. Интересненько, интересненько. То есть мы вообще вот на самом деле в тот момент выиграла ведь ничья. Ага. Потому что, что интересно, то хлопали, аплодировали группе «Левосторонное движение», то опять аплодировали нам, Николаю и мне. Поэтому очень трудно ведь, ну это совершенно два непонятных жанра, но у нас находились любители той и другой музыки, поэтому не было понятно, кто всё-таки лучше. И ты решила, пойду-ка я на ту сторону к ним схожу и попою в этом стиле, да? А может, мне понравится? Может быть так, а может быть чётко и ясно. Я хочу попробовать, потому что мне понравилось. Каким образом, получается, к поп-музыке ты пришла? Понятно, потому что ты так или иначе с ней столкнулась. Но вот как ты, Барт, коснулась и стала петь в стиле рок? Объясню. Дело в том, что вот как раз мой гражданский супруг, он по имени Алексей, он... Сейчас ты должна была сказать «Привет, Алексей!» Да, здорово, Алексей! Я думаю, он меня слышит. Замечательно! Вот, я думаю, он меня слышит, у него очень много помогал в жизни. И тоже писал рок, и я просто это утаила, да, я утаила, что я ещё пела под рок композиции. Я все свои песенки начала исполнять в роковом стиле. Но так как я Барт, я решила ещё оставаться в Бардовском варианте и плюс использовать рок композицию. Но я немножко стеснялась и выходила с ними не так часто. Вот, всё-таки Бардовской оставалась моё я. С сущностью твоей, да? Я никогда не встретился Ангвард и Бердин, который меня пригласил именно в попсу. И я на сегодняшний день делаю концерты, а рока попсовая. У меня половина идёт композиция роковая, половина попсовая. Это твои композиции авторские, либо ты кавер поёшь, что-то перепеваешь? Я пою, я только авторские песенки. Но дело в том, что в попсе идёт полностью сейчас вот и аренжировки, и песенки в моём содержании в роке. Часть моих, часть замечательнейший человечек. Я ему очень благодарна, встретился в моей судьбе. Это Витас Норкус. Если Витас меня слышит, я буду очень рада. Кто по национальности он? Ну, он Прибалт. Прибалт. Я чувствую, что-то латышское такое, да? Литовица. Литовица. Да, Литовица. И он также, наверное, наполовину русский, наполовину литовец. Ну, замечательный, талантливший композитор. Его композиции сейчас слушаются в Америке. Он их в аренду сдаёт и получает очень хороший конорар. Поэтому, кто хочет, может использовать его композиции. И тоже платить ему очень хороший гонорар. Ты ему хороший гонорар платишь, Настя? Нет, он мне подружески их дарит. Ничего себе! Как значит, в Америке люди платят за это дело. А Насте он дарит. Это ж как ты так договорилась с этим Прибалтом-то, а? На самом деле ему нравится просто, когда я исполняю свои песни под его музыку. То есть я пишу стихи, я накладываю мелодику стихи на его замечательную музыку, аранжировку. И получается хорошая песенка. Ему это нравится. А люди очень-очень много пытались спеть его композиции. Ему не нравится. Просто ему не нравится, как поют. А вот как я спела, ему очень понравилось. Поэтому мне их предлагают. Я его не порчу, а приукрашаю, наверное. Поэтому ему нравится. Слушай, это замечательно, когда в жизни людей появляются такие персонажи, которые дополняют друг друга. Видишь, у вас такая получилась гармония, скажем так, синергия такая. Твои стихи, музыка его, его композиция. И получается вот такой что-то кайфовый, классный продукт, да? Да, да. Вот именно это. Я вот совсем недавно выступала как раз на мотосезоне, открытие мотосезона 5-го числа. И как раз тогда, когда открывался мотосезон, прозвучали его композиции, но они также мои композиции. То есть это мои песни под его музыку. Очень так интересно прозвучали. Слушай, мотосезон, это прям байкеры, все дела? Да, да. И ты такая среди них девушка, да? Да. В красном платье, на каблуках. Когда я была, я не могла так приехать, я приехала на рок-концерты, бешеные рок-концерты, где зажигали очень серьезные рокеры, поэтому я оделась. В таком же стиле? Ну, наверное, почти в таком. У меня были замечательные черно-атласные брюки и замечательная кожаная куртка. Слушай, но байкеры, ты не знакома с хирургом, нет, который возглавляет все это дело у них, там, байкерское движение? Нет, с хирургом я не знакомилась. Но ты знаешь, да, этого персонажа? Ну, я лично так не знакома. Ну, слышала. Понимаешь, да, о ком я говорю? Вот что-то Настя покраснела. Ладно, давайте мы прервемся на музыкальную паузу, а я пока тут распрошу у нее, что это она так засмущалась. Так, ну, можно про нынешнюю паузу. Творческий путь, немножко о том, где я, соответственно, выступала. Где выступала, это, ну, не так интересно людям. Ты сейчас будешь перечислять, там, города, клубы и так далее. Это не есть интересно. Давай что-то другое. Давай спросим о твоих планах. Есть у тебя же планы? Ну, есть. Я говорю, у меня сейчас... Вот, вот, расскажешь как раз таки. Договор именно с моим замечательным апдиректором. Вот мы будем занимать площадки на Новый год и так далее, делать несколько концертов. Вы не поздновато спохватились? Новый год-то уже, как бы, число какое сегодня? Да, но у меня, в связи с тем, что у меня папа немножко приболел, я всё-таки подрабатываю, там, ну, работаю в своей сфере. И так как я официально не работаю, я тоже не могу себя, ах, как уделить время творчеству. Но, к сожалению, всё сразу не получается. К тому, я привезла папу, потому что у меня сейчас вот после астмы, после инсульта, я вынуждена его немножко подлечить. Поэтому у меня сейчас как раз вот дети проживают. Вот. И в дальнейшем я, соответственно, собираюсь больше и больше уделять внимания творчеству. И зарабатывать на этом деньги. Конечно. Конечно, не бесплатно мы сейчас вот готовим мероприятия, концерты. Вот сейчас вот будут они выходить, конец декабря, начало января. Вот как раз вот он и продуктивно пройдёт сейчас. Ну, дай бог, чтобы всё получилось. Всё будет нормально. Просто немножко мы отошли от этого, потому что папе не надо было подлечиться. Соответственно, препараты, рекастры тоже пришлось равномерно зарабатывать, потому что творческий путь. 10 секунд, Настя. Брат, пером. И ещё раз добрый вечер, наши любименькие радиослушатели. В эфире Маша Калибри на программе «Полёт к успеху с Машей Калибри». И у меня в гостях Анастасия, заслуженный бард России, лауреат и дипломат авторской песни. Очаровательная девушка, которая сегодня делится с нами своими женскими секретами, профессиональными секретами, как вокалистки, как певицы. Настя, привет. Привет, привет, Машуня. А также ты, не забывай сказать, что я также попы и рок-певица. Мои концерты современные проходят в попсе и в роке. Поэтому прошу жаловать на мои концерты. Необычные для вас, но очень интересные. Ранее ты говорила о том, что совместно с одним композитором вы создаете, скажем так, музыкальные композиции. Ты сама пишешь стихи и пишешь музыку, да? Да, именно сегодня и сейчас я выступаю под его композицию. Он пишет талантливые зарисовки, талантливые аранжировки в стиле рок. А я накладываю туда стихи, и стихи, и мелодику, соответственно, на эту музыку. Вот расскажи, пожалуйста, наверное, этот вопрос задают многим творческим людям. Откуда ты черпаешь свое вдохновение, чтобы написать стихи, чтобы придумать музыку? Вот откуда это вот берется? Ты едешь там, не знаю, в метро, ты сидишь на работе, ты спишь. В какой момент тебе это приходит? Либо ты приходишь, садишься за стол и говоришь, все, я работаю, я сейчас пишу стихи. Как это происходит? Я ничего не говорю, я просто слушаю музыку и сразу зажигаюсь. Я считаю, вот сейчас пришел момент, вот я хочу написать. И я просто не думаю ни о чем, я пишу, и все. Вот пришел момент, я могу сесть в метро, могу сесть за любым столом где-то, или слушаю музыку, отключить ее, переключиться и написать. Вот у меня созрел план, пришла мелодия в голову, или музыка, или я слышу какую-то мелодию, я пишу стихи, и все. Я просто укажу в творчество. Не важно, где это. То есть где накроют, там и пишем. Да, там вышло, да. Самое главное, чтобы это получился. Получился шедевр, и я стараюсь не отрываться, пока я его не дозавершу до конца. Вот тогда это здорово. Вот. А также мы не будем отрываться этой темы, потому что я хочу еще о себе немножко рассказать. Время поджимает. Поэтому мне нужно сказать, что я еще также актриса, помимо того, что я певица. Я сейчас играю в фильме «Оперон», так что вы мои афиши скоро увидите. Это будут размещать. Сейчас проходят там рекламные ролики, сейчас проходят такие мини-съемки. А в дальнейшем с лета мы уже глубоко начинаем съемки этого кино. Вот. Кино выйдет «Оперон». Вот. И ваша Анастасия Першина-Жара с вами будет также знакома в качестве актрисы. Сейчас я пока умолчу этот вариант, кого я буду играть, чтобы вам... Была интрига. Да, да. У вас была какая-то интрига, вы в ожидании, да. Но меня вот пригласили, я вот, видите, состоялась как актриса. Поэтому прошу любить и жаловать, и смотрите новый фильм «Оперон». Он скоро будет выходить в свет. Во всех кинотеатрах России. Да, да, конечно. Мы этого добьемся. Так что вы меня увидите в качестве актрисы, не только в качестве певицы. А также следите за рекламой обязательно. Я афиши, обычные рекламы, вешаю у себя ВКонтакте на страничке «Настя Жара» в скобочках Першина. И все мои концерты, они там будут объявлены. Вот. Некоторое время я, конечно, была взгрустнула. Там были грустные моменты о том, что у меня не стало моей замечательной собачки. Вот. К сожалению. И не стояла моего лучшего друга Анвара Фибердина, к сожалению. Это все в этом году, да, у тебя случилось? К сожалению, да, это трагедия моей жизни. Трагедия, что у меня сейчас подлечиваем здоровье моему отцу. Но мы держимся, мы прорываемся. И я не теряюсь в творчестве. И вот вы можете меня в скором времени увидеть на экранах телевизора в качестве актрисы. Вот, фильма «Оперон». И продолжать буду намного раньше, уже сейчас. У меня будут выступления. У меня будет ряд выступлений в качестве певицы на многих площадках. А где ты планируешь выступать в качестве певицы со своим жанром поп, рок? Где это будет происходить? Вот где, я говорю, что... Москва-область. Нет, скорее всего, будет Польша-Москва. По области меня тоже приглашают. Скорее всего, также посещу город Хущино. Потому что меня туда приглашали. А вот, надо будет въездить в свой любимый город. Вот, Николаю Викшину привет огромный. Это мой друг, Барт Россия. Вот, и великий ученый. Он живет там, в этом городе? Да, в этом городе. И лечите своих собачек у него. Кстати, можете видеть на моей страничке. У нас есть на пятом канале, проводили наш новостной канал, на пятом канале. Как раз вот рассказывали о препарате для собачек. Вот, и моя собачка все-таки прожила гораздо дольше, чем... Благодаря твоему другу? Да, благодаря ему. Она употребляла препараты и смогла прожить гораздо дольше. Хотя она должна была уже в 9 лет, но вот ей стало 11, и она вот дожила до этого возраста. Настя так разрекламировала своего друга, что мне захотелось его пригласить прямо на эфир. Замечательно будет, если он приедет. Я думаю, мы договоримся. Да, замечательный человек, Николай Викшин. Очень счастлива. У меня много друзей, я не знаю, может быть, вы слышали о замечательных людях. Я смотрю у вас, вот, Алексей Костина, вот фотографии. Он у вас был, да? Это Настя показывает за моей спиной. Здесь фото разных гостей, и Настя узнает... Знаете ли, Москва, она маленькая, вроде кажется, что большая, а так все друг друга знают. Да, так что у меня здесь много друзей. Давайте мы немножечко сейчас прервемся, и совсем скоро мы продолжим. Оставайтесь с нами. Сейчас будет, так сказать, финалочка. На финал четко, лаконично. На финале я обычно задаю вопрос, что бы вы посоветовали, чего бы вы пожелали. Ну, у тебя получается так, как вокалом ты занимаешься, да, начинающим вокалистом, да, как пробиться, как добиться успеха, да, и так далее. И вот твое мнение, что ты думаешь по этому поводу. Всем привет, кто с нами в прямом эфире. Ой, предновогодняя пора. А чай очарования. Ну, здорово, сейчас перед Новым годом можно немножко вот так вот порадовать людей и самим порадоваться. А кто у тебя твой директор, ты говоришь? А вот сейчас у меня, у меня было вот уже, у меня разные арт-директора были, я тоже, это Полянский у меня был в свое время, Анвар Тинбердин был, вот. Так что сейчас пока мы не будем эти тайны уже раскрывать, я уже потом... А у тебя арт-директор, он какую функцию выполняет? Только концертную. Организовывает концерты? Концертный директор. Скорее всего, вот так вот можно сказать. Сейчас будет заниматься немножко вот именно рядом вот этих концертных вариаций, потому что мне надо в скором времени поправить эту ситуацию, потому что я немножко ушла за сцены из-за того, что у меня папа приболел. И я вынуждена была заниматься его здоровьем, резко ухудшилась. Причем я впала в депрессию после смерти собачки, после смерти моего очень лучшего друга Анвара Тинбердина. И, конечно, еле-еле выпуталась. От чего он умер? Ну, вот у него инсульт был, к сожалению, прям вот перед... Вот я не поняла, то ли после, то ли перед концертом вот так вот получилось. И вот... А сколько лет? Ну, вот ему было 54 года, но еще раз цвет достаточно... Можно было выступать в 80-е годы, вот. И я, правда, не вижу, но было ли он вообще когда-нибудь у вас, вот. Но на многих радиопередачах он тоже был, выступал он как раз в 80-е и 90-е годы, вот. Пел свои творчества, замечательный человек, ну вот, мы выбираем. Продолжаем. И еще раз всем привет, наши радиослушатели. В этот зимний, почти уже предновогодний вечер с вами Маша Калибри. И у меня в гостях Анастасия, заслуженный бард России, лауреат, дипломат авторской песни, а ныне певица, выступающая в жанре поп и рок. Настя, еще раз привет. Привет-привет. Я думаю, вы меня на данный момент успеете засветить в кадре. Вы обещали. Кадр ты имеешь в виду? Это что? Нет, я имею в виду, вы сказали, меня будет немножко видно или... Чуть-чуть в кадре. Я про интернет. Мы продолжаем. Итак, у нас осталось буквально 8 минут, и вот эти 8 минут хотелось бы уделить, скажем так, глобальному. Много в России, скажем так, девочек, мальчиков, которые занимаются вокалом, которые мечтают о сцене, мечтают исполнять свои авторские песни, находить композиторов, работать с ними, скажем так, в одной команде. Вот что бы ты посоветовала им, чтобы они также добились успеха? Усердие, старание, стремление также необходимо вкладываться в рекламу и стараться идти вперед. Больше всего, конечно, важны ваши таланты, ваше творчество. Нужно писать произведения, если они идут от души, нужно стараться петь лучше, вокалом заниматься и идти на сцену. И если вас приглашают куда-то, просто идти и выносить твое творчество. Сейчас столько много интересных разных программ, передач, где можно показать себя. Так старайтесь, идите, выходите в свет, и всё получится. Настя, сколько у тебя на сегодняшний день твоих авторских композиций примерно? Или, может быть, ты знаешь точно? Нет, но 20, которых я непосредственно могу исполнять, и так в лёгком варианте. Что касается байдовских композиций, там некоторые будут исполнены в других вариациях, в роке, в попсе. Здесь конкретика идёт о моих, чисто моих песнях, или смешанных, например, с Витасом. Ну, конечно, можно смешанных. Потому что Витас Норкус, он пишет свои композиции, я не могу присваивать себе, однако же я пишу там свои стихи. И, конечно, за 20, свыше 20 композиций у нас получается вместе. Вот, так что здесь нельзя обозначать вот круг 20 песен и всё. Они продолжают писаться, они ещё больше пишутся, то есть не помимо тех 20, которые в байдовском я исполняю, там что-то я исполняю в попсе, даже сверх того, и роковой композиции отдельно, они тоже. Песен 5-6 я исполняю его вариаций, и дальше и дальше они продолжают списаться. То есть это мы не останавливаем процесс. Процесс идёт. Да, и поэтому стихов у меня за 200, за 300, поэтому, как сказать, здесь и в таком-таком варианте есть. Я тебя поняла. Смотри, у нас совсем скоро наступает Новый год. В Новый год волшебная такая пора. Пора волшебства и пора какого-то переосознания. Мы сейчас не берём волшебный аспект, когда мы все загадываем желание, запускаем, так сказать, это желание в космос. Возьмём не желание, а возьмём цели. Да, мы ведь правильно ставить цели на год. Цель должна быть, так сказать, по смарту, она должна быть ощутимая, реализуемая. Вот скажи, пожалуйста, я не спрашиваю про твою мечту, которую ты загадаешь под бой курантов, а какую цель для себя ты поставишь на следующий год? В творческом плане, может быть, в личном плане, ещё в каком-то? Я решила добиться максимального творческого успеха. Это первое. Что я постараюсь делать? Осветить себя в более широком кругу. Не вырваться на более высокую позицию. Я постараюсь стать уже, может быть, российской звездой более известной. А то, может быть, и выйти на мировой уровень. Несмотря на это, я, конечно же, засветчусь уже, это грядёт, я буду уже и киноактрисой. Поэтому я не только сейчас уже как звезда, как певица, но ещё и как кинозвезда. Поэтому это вот ближайший год, который я планирую стать кинозвездой и, соответственно, звездой эстрады более широкого масштаба. Известный как поп и рок и в прошлом бард. Ну, кстати, не совсем в прошлом. Иногда я позволяю себе в некоторых ресторанах... Выйти в лес, зажечь костёр. Нет, ну вы немножко утрируете. На самом деле, меня приглашают в различные бард-клубы. Я выступаю в бард-клубах. А в Москве есть бард-клубы, да? Есть лимонады бард-клубы и многие другие по приглашению. И также я выступаю у Николая, своего любимого, можно сказать. Ну, от души вот так вот я говорю, у своего друга, который действительно меня приглашает в свой резонанс-клуб в город Кущино. В Серпкове иногда меня приглашают. И я позволяю себе выступать. Продолжение. Вот. И выступаю в качестве поп-певицы, поп и рок-певицы. На некоторых площадках, как, например, открытие-закрытие мотосезона, я выступала в качестве рок-звезды. Вот. И иногда я делю программы, а иногда я совмещаю. Но больше всего я люблю, конечно, выступать на совместных площадках. Если я выхожу, то меня все уже знают, как рок-н-поп-звезда. То есть я пою в качестве рок- и поп-певицы одновременно. Я стараюсь совмещать эти композиции вместе, чтобы аудитории было приятно меня слушать. Потому что Анастасия Першина Жара – это рок- и поп-певица. Поэтому вы меня можете знать только в качестве такой певицы. Никак иначе. Я стараюсь не делить эти жанры, а соединить так с плавным переходом. Замечательно. Вот. Так что вы будете на моих концертах, вы поймете, что это прекрасно, что это очень хорошо, плавный переход имеет и хорошо слышно. Половина рока, половина попсы – это зажигательно. Мы планировали с Николаем Векшиным выйти все-таки в свет и сделать еще половину балета. То есть собираемся рок сделать, попса и балет одновременно. Потому что когда он выезжал за границу и выступали они в Лос-Анджелесе, то у них был рок и балет. Рок-балет вот как раз с Витасом Норкусом. С Витасом Норкусом было вот так вот. Витас Норкус как автор выходил, и его произведения играли в Лос-Анджелесе. Знаменитые рок-звезды и наши выступали в балете. Также мы собираемся сделать еще, вот как я спою рок и поп, и там сыграют балет наши балерины. Станцуют. Да, ну, станцуют, да, на балет. Замечательно. Очень хорошие цели, прекрасные, амбициозные планы у тебя на следующий год. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю всех тех, кто был сегодня с нами в прямом эфире. Желаю вам сегодня волшебного вечера, и не скучайте. Увидимся, услышимся в следующий вторник. С вами была Маша Калибри. Пока-пока. Технические моменты. Мы не обсуждаем в прямом эфире на радио. Я надеюсь, меня, говорит, много будет на видео. Это не обсуждается. Это разные штуки, понимаешь, немножечко. Да, я максимально переворачивала на тебя камеру, чтобы по видеозаписям тебе было максимальное количество тебя. Да. Ну, ладно. Все нормально. Мы заканчиваем наш прямой эфир. Дамы и господа, спасибо, что были с нами. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Завершитесь. 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 Продолжение следует...